Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я замужем в 8 лет, хотя живём 13. Есть дети. Отношения немного наколены, он толком не работает и выпивает. Я устроился недавно на новую работу, там работает один мужчина, он женат, но меня почему-то влечёт в него. В смысле только о нём, как увижу, так светлее становится, в последнее время начинаю его ревновать. Коллегам, женщинам. Когда его нет, портится настроение, начинаю краснеть при виде его. Даже уже стала узнавать по шагам. Умом понимаю, что медленно ничего не будет, я даже не знаю, нравлюсь ли я ему. Мне 42 года, не могу понять, что это. Ну, если вас волнует только то, что это, то я могу сказать, что это, в общем-то, как бы, ваш способ справиться с определенными проблемами в вашей жизни. Вот, это ваш способ уйти от проблем. И это ваш способ, как бы, избежать реальности. То есть вы через вот такую симпатию к мужчине, да, получается, избегаете реальности, в которой вы сейчас находитесь. Реальности, которые вам не нравятся, реальности, которые вас не устраивают. И по большому счету, здесь речь идет о том, что вы не хотите или, может быть, боитесь принимать какое-то решение. Вот, и можно, конечно, говорить о том, что совершенно не факт, что между вами ничего не может быть, потому что, ну, вы можете человеку как-то вот о своей симпатии сказать, да, вы можете как-то человеку дать понять, что он вас, например, интересует, да, вы смотрите все это, в принципе, сделать можете. Но это не решит вашей основной проблемой, а именно проблемы, связанные с тем, как обстоять дела на данный момент в вашей жизни. Это не решит проблему того, что вы, например, не чувствуете себя женщиной в отношениях. Это не решит проблему того, что у вас с мужем отношения дисгармонизированы и неопределены. И, соответственно, в этой ситуации, в первую очередь, нужно разобраться вам в своей семейной жизни. Потому что даже если с этим мужчиной у вас что-то получится или тот факт, что у вас появилась, в принципе, симпатия к другому человеку, говорит скорее о том, что в отношениях с мужем что-то не так. И удивительное дело, как вы игнорируете проблематику, которая присутствует у вас. Да, вы игнорируете проблемы, которые у вас есть в семье. И, в общем и целом, вы, ну вот, по большому счету, как бы, спрашиваете про, в общем-то, поверхностную сторону. Вот. И совершенно очевидно, что если где-то вы не реализуетесь, если где-то ваши потребности не реализуются, вот, и если вы где-то свои интересы, например, не защищаете и себя не отстаиваете, да, или где-то вы ведете себя не так, как вам хочется, то, конечно, как бы, вы будете проявлять это немножечко в других аспектах, немножечко в других ситуациях, вот. И вот, это вот та самая ситуация, по факту говоря, это та самая ситуация, в которой вы себя, вот, проявляете вот таким образом, к сожалению, да. Вот, поэтому необходимо здесь вообще определиться тем, чего вы хотите, то есть не пытаться понять, что это, как, ну, как вы это делаете сейчас, а определиться именно с тем, чего вы хотите, что вам нужно, и дальше уже, дальше уже, ну, как-то вот, по факту, да, двигаться дальше. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть это, ну, вот, такой довольно, получается, важный момент, касающийся непосредственно вашей жизни, и касающийся, вот, того, да, как вы, ну, как вы живете, по большому счету. Вот. То есть на это вам нужно обратить свое самое пристальное внимание, как мне кажется. Потому что, без этого, если этого не делать, то вы можете, в принципе, одну зависимость, вот, ну, например, в данном случае, допустим, зависимость от своего мужа, да, ну, например, например, вот, например, вот, зависимость от своего мужа, вы можете просто, вот, променять в этом смысле на зависимость, как бы, от, вот этого мужчины. И, как я надеюсь, вы понимаете, да, что, ничего хорошего, из этого получиться не может. Ну, для вас, конечно. Потому что вы будете, вот, как-то, ну, все время будете метаться, да, вы будете все время, как-то, вот, чувствовать, вот, какую-то неудовлетворенность. И, в общем-то, в общем-то, постоянно будете зависеть от других людей. Что еще хочется, наверное, сказать? Что еще хочется, наверное, сказать? То, что и в ситуации с вашим мужем, и в ситуации с этим мужчиной, такое ощущение, что вы не полагаетесь на себя. А, ну, то есть вы не опираетесь на себя. А, вы, да, вы жалуетесь на мужа, говорите, что вот он, там, не работает толком, выпивает и так далее. Но, в этом, ведь, если ваша ответственность не вина, но ответственность, и с этой ответственностью, а именно, с тем, как вы, как вот конкретно вы, поспособствовали, может быть, тому, чтобы муж вот так себя стал вести, тоже необходимо поработать. И, вот, и скорректировать ваше поведение. А, немаловажный вопрос заключается в том, хотите ли вы со своим мужем, в принципе, налаживать отношения. Там еще, если не хотите, то, как бы, это уже другая совсем история и другой вектор вашего поведения, так скажем. И, на мой взгляд, важно быть с собой честно. Вот. А, то, что делаете вы, вы избегаете честности, такой вот, ну, честности самой собой, да, вы избегаете, вот, того, чтобы честно себе признаться в своих чувствах, в своих эмоциях. А, может быть, вы особо никогда этого и не делали. Вот. То есть, ну, может быть, вы никогда и не обращали внимания на свои чувства, да, на то, чего вы хотите именно, а больше опирались на муж. Потому что реакция вашего супруга, она как-то вот больше про то, что, зачем я буду что-то делать, да, если вот моя супруга, значит, все равно там все решит. То есть, муж вашего принимает такую вот, к сожалению, детскую позицию. Вот. И детская позиция, она становится возможной только благодаря тому, как правило, что другой человек, в данном случае вы, занимает позицию родительскую. Вот. И, соответственно, на мой скромный взгляд, вам нужно эту позицию менять. Если вы не хотите, конечно, вот, грубо говоря, ну, продолжение такой вот истории неприятной для вас. Вот. Я бы еще поработал бы с самооценкой, мне кажется, что она у вас занижена. Вот. Со страхом, мне кажется, у вас есть определенные страхи, вот, мне кажется, у вас есть определенные тревожные, определенная тревожность есть, мне так кажется. Вот. Вот. Но это уже скорее мои догадки, это скорее мои домыслы. Вот. А я здесь не могу быть наверняка уверен. Вот. Вот. Поэтому здесь исключительно, вот, на ваше усмотрение и на вашу честность. Вот. То есть, понимаете, вам не нужны догадки по поводу того, что это, а вам нужно крепко разобраться в себе и в своих приоритетах. Вот. Вот. И гармонизировать отношения с муль. Причем под гармонизацией здесь я понимаю именно вот определенность. То есть, определенность именно вот в контексте, как быть дальше, а не в контексте. Обязательно, по-моему. Расставано. Например. Да? Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.